В 93-м Верховный Совет, собственно говоря, скромно сам себя считал учредительным собранием, но так и быть, они были готовы великодушно провести еще одно собрание, им не жалко. Ну вот узурпатор Ельцин мешал, а Ельцин говорил, что надо провести, ну не учредительное собрание, он сам учредительное собрание. Конституционное совещание. Вот, совершенно верно. Ельцин сам был учредительным собранием на двух ногах, его же учредили, и он учредил Новую Россию. Но он опять-таки великодушно готов, будучи учредительным собранием на двух ногах, провести конституционное совещание. То есть, эта идея, вот ею, так сказать, беременны, беременны и до сих пор не родили. Вот что любопытно, беременны сто с лишним лет, а роды, единственная попытка родов закончилась довольно дурацким выкидышем, но, значит, беременность осталась. Вот, я очень рад, что мой родной город Уфа показал всем, что демократия в России невозможна. Он, в принципе, каждый день это показывает, он, в принципе, это и мне показывает. Я вот выхожу на улицу и вижу, что да, трудноват. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это наша история ВКПБ, и мы сегодня будем обсуждать учредительное собрание. Учредительное собрание, процесс выборов учредительное собрание. Первое, оно же единственное, оно же, по существу, последнее заседание учредительного собрания. Сегодня этот эпизод истории любопытный, мы решили вынести его в отдельную передачу, потому что очень редко, когда в России проводятся такие честные, прямые, прозрачные выборы. Выборы в учредительное собрание проходили по принципу четыреххвостки, то есть прямое, равное, тайное и всеобщее голосование. Вот, и обо всем поподробнее мы сегодня поговорим. Здравствуйте, Леонид Александрович, вам слово. Добрый день, дорогие коллеги, мы действительно выделили этот пункт, это событие в отдельную передачу, вот по какой причине. Потому что, в общем, весь цикл, который мы надеемся в этом году закончить, он посвящен 17-му году и приходу большевиков к власти. Но, значит, формальный приход большевиков к власти, то есть 7 ноября, день большевистского переворота или день Великой Октябрьской социалистической революции, это, в общем, дата такая символическая. Как известно, об этом мы уже говорили, многие люди и в Петрограде, и в других городах на следующий день буквально не осознали, что произошло. И многие даже говорили, что вот, дескать, выступление большевиков состоялось, и оно провалилось. Ну, очень скоро все поняли, что оно и не думало проваливаться, что оно увенчалось успехом. Тем не менее, насколько прочна большевистская власть, а это главное, захватить власть, это даже не полдела, это сотая часть дела. Насколько прочна большевистская власть, выяснилось постепенно. И вот, мне кажется, что днем, когда окончательно утвердилась и восторжествовала большевистская власть, и стало, во-первых, понятно, что она действительно всерьез и надолго, это раз. А во-вторых, днем, когда сложились основные контуры этой власти, стали ясны основные контуры этой власти, был именно день заседания первого и последнего учредительного собрания. Поэтому, строго говоря, день победы большевизма – это день учредительного собрания. Вот поэтому этот день мы и вынесли, как, значит, особую передачу будем делать. Теперь, значит, давайте начнем, так сказать, по порядку, а дальше вот я кое-что скажу, потом Абрагим, значит, подключится. Значит, идея с учредительным собранием, она старая. Ее и в 19 веке еще живали. Те же самые народовольцы, либералы, но называли это такими другими словами – собор. Земский собор. Земский собор, всероссийский собор. Разные словечки придумывали. Вот. Достоевский там писал, что вот пригласите серых зипунов, народ, то есть, и эти самые зипуны скажут правду. Вот, значит, в 20 веке уже появилось это слово – учредительное собрание, то есть, собрание, которое должно учредить новую Россию. Все, что было до этого, значит, было начерно, было только предвариловкой, а вот теперь учредят новую Россию. Об этом говорили в 1905 году, когда, значит, Николай отрекся, то Михаил, он, соответственно, когда отрекся Михаил, точнее, в отречении Михаила было написано, что главная цель – это вот передать власть, провести учредительное собрание. И даже было указано, что учредительное собрание надо провести на основе всеобщего, равного, тайного избирательного права, с прямой подачей голосов. Временное правительство все время объясняло, что почему оно временное, когда закончится его время. А вот тогда и закончится, когда будет учредительное собрание. Большевики долбали временное правительство за что? В том числе и даже в первую очередь, формально в первую очередь за то, что временное правительство тянет с проведением учредительного собрания. Почему нет учредительного собрания? И первоначальные слова большевиков постоянно звучали так, что они для того и стараются взять власть, в том числе для того, чтобы обеспечить проведение учредительного собрания. То есть это был такой фетиш, на который все молились, против которого никто не смел выступить, обязательная для всех символ веры, такая икона Николая Угодника. Более того, что самое интересное, до сих пор остались, вот вопреки физической природе человека, учредительное собрание вещь необычная. До сих пор остались несколько депутатов учредительного собрания, которые живы по сей день. Это вот Явлинский, например, Чубайс Игорь. Вот это последние депутаты, которые бежали из-под большевистских выстрелов, бежали из Тавлического дворца в 1917 году. И это заседание, в котором они участвовали, произвело на них такое впечатление, что до сих пор Явлинский, Чубайс, Шлозберг, вот эти три, по крайней мере три депутата учредительного собрания продолжают говорить, что необходимо вернуться к учредительному собранию, и они готовы на правах старейших депутатов сегодняшнего дня провести это самое учредительное собрание. Вот если его проведут, то мы что-то опять учредим. Им, как говорится, мало того, что они успели учредить на своем веку, они хотят еще раз учредить это самое собрание. То есть идея эта от Достоевского до Явлинского исключительно живучая. Она пошла в каком-то смысле еще дальше, потому что с членами Комуча, ну это же все-таки комитет членов учредительного собрания, все понятно. Не так давно, вот помните, когда была эта ерунда с так называемой конституционной реформой, вот там режиссер Бортко выступил с идеей о том, что давайте переучредим Путина, переучредим государство. То есть тоже по существу нужно было, это называлось у них конституционное совещание, что ли. То есть эта идея, она гораздо дальше, чем вот эти члены Комуча, как Явлинский там и Чубайс. То есть это действительно живучая идея. Она, видимо, где-то совпадает с идеей народной правды. Наконец сказать всю правду. Наконец вот, ну вообще это каждому человеку свойственно. Вся жизнь была неудачей, ошибкой. Но теперь я подвожу черту и с этого дня я начинаю жить с белого листа. Это такое естественное человеческое желание, по крайней мере для некоторых людей и для некоторых народов тоже. А вот вопрос вам. Вы все-таки 93-й год помните чуть лучше, чем я. Я его совсем плохо помню. Вот в 93-м году Верховный Совет педалировал идею того, что нужно созвать какое-то собрание или что-то в этом роде. Или, может быть, наоборот, ельцинисты говорили. Там же кризис-то вокруг Конституции это был. И те, и другие это говорили. Это опять как в 17-м году, один в один. В 17-м году Временное правительство говорило, почему надо подавить большевиков. Потому что большевики мешают собрать учредительное собрание. А большевики говорили, почему надо разогнать Временное правительство. Потому что Временное правительство не дает провести учредительное собрание. И в 93-м так было. В 93-м Верховный Совет, собственно говоря, скромно сам себя считал учредительным собранием. Но так и быть, они были готовы великодушно провести еще одно собрание. Им не жалко. Ну вот узурпатор Ельцин мешал. А Ельцин говорил, что надо провести, ну не учредительное собрание, он сам учредительное собрание. Конституционное совещание. Вот, совершенно верно. Ельцин сам был учредительным собранием на двух ногах. Его же учредили, и он учредил Новую Россию. Но он опять-таки великодушно готов, будучи учредительным собранием на двух ногах, провести конституционное совещание. То есть, эта идея, вот ею, так сказать, беременны. Беременны и до сих пор не родили. Вот что любопытно. Беременны сто с лишним лет, а роды, единственная попытка родов закончилась довольно дурацким выкидышем. Но, значит, беременность осталась. Выкидыш прошел, беременность осталась. Но это так, метафоры. А теперь давайте, значит, к делу. Вот давайте начнем с самого начала. Когда была создана Центральная избирательная комиссия по выборам в учредительное собрание. Но это июль 17-го года. И июль не просто так, потому что там для Временного правительства Керенский после вот этого мятежа возглавил, как известно, Временное правительство. Князь Львов подал в отставку. Керенский, вроде как, должен был быть главным учредиловцем. И, собственно, в июле 17-го года начала работать эта комиссия по организации выборов в учредительное собрание. Тогда ЦИК это не называлось. Это называлась комиссия по выборам в учредительное собрание. Проблема была, главная проблема была такая, что полстраны как бы на фронте, полстраны в тылу. И из этих полстраны в тылу, черт знает, где находится там огромная часть. Кто умер, кто жив, кто мертв. Было совершенно непонятно. То есть провести технические выборы в условиях проводить выборы в окопах, это задача как бы та еще. То есть это была главная сложность. И с июльским наступлением понятно. Как бы оно провалилось, дальше наступать больше никто особо не планировал. Ну, с июньским, с летним, короче говоря, наступлением. Далее, собственно говоря, выборы в учредительное собрание были назначены на конец ноября. То есть конец ноября 2017 года. Я так понимаю, эта дата тоже не случайна. Почему? Потому что Керенский, он же возглавил правительство как бы как катализатор выборов в учредительное собрание. Но как только он возглавил правительство, он понял, что если сейчас вот учредительное собрание созовется, то оно скажет спасибо, Александр Федорович Керенский, ты не оправдал наше доверие, ты как бы плохой глава правительства, иди в баню. Поэтому Керенский тоже стал тянуть. Он стал тянуть и начал созвал государственное совещание, демократическое совещание, то есть предпарламент, как бы определяли условия, режим. То есть, ну, по-хорошему, если с июля по ноябрь, это, в общем, затяжка. Но единственное, что оправдывает эту затяжку, это условия того, что полстраны на фронте. А надо же еще понимать, что делать с территориями, которые отпали. Там же тоже избиратели живут. Там Рига, Маадзунский, вот этот архипелаг, часть территории, как бы, Украины и так далее, и так далее. Да, еще очень сложно было решить дело с Украиной, поскольку в Украине, как бы, Центральная Рада носилась с идеей Украинского учредительного собрания, которое как бы избирается отдельно от Российского учредительного собрания и так далее. Ну, про Финляндию и прочие-прочие, и прочие Польши, которые просто уже окончательно отплыли и отошли, я молчу. То есть, так или иначе, тянули они до ноября месяца. Но и в ноябре месяце, уже после Большевистского переворота, она же Великая Октябрьская, тоже возникла проблема, потому что большевики, получив власть, столкнулись с дилеммой Керенского. Мы взяли власть, сейчас созовется учредительное собрание и скажет, спасибо большое, товарищ премьер-министр Ленин, идите в баню, как бы. Ну, сейчас мы об этом более подробно поговорим, но я хотел чисто формальную сторону взять. Значит, во-первых, они действительно провели огромную организационную работу. Вот вы сказали о трудностях этой работы. Просто элементарно составить списки избирателей. В условиях такого бардака это очень трудно. Второе, организовать технические выборы. Избирательные участки, подсчет голосов, отправка результатов голосов и так далее. Это все, сейчас-то это трудно. Мы видим, с какими трудностями сталкиваются, например, при голосовании сейчас. Когда, значит, Панфилова считает голоса так, а математик Шпилькин считает голоса сяк. И это в условиях мирного времени, когда войны, в общем, нет. И армия, которая стоит на границах Украины, вполне может проголосовать. А в 17-м году было значительно сложнее, как вы понимаете. То есть, действительно, гигантская организационная работа. Возглавляла эту организационную работу, значит, возглавляла избирательная комиссия, во главе которой стоял такой Николай Николаевич Авилов, по-моему, если я правильно фамилию говорю. Авинов только. Авинов, да, Авинов. Он был кадет. Он был кадет. Он был, значит, специалист по государственному праву. Кстати сказать, после революции, я вот прочел, он остался в Советском Союзе и был благополучно расстрелян в 38-м году. Вот. Авинов эту работу возглавлял. И, значит, норма там была такая. Один делегат, депутат избирательного собрания от 100 тысяч взрослых жителей России. К этому надо добавить, что выборы в очередительное собрание в 17-м году были не только самыми демократическими выборами в истории России, но они были самыми демократическими выборами на тот момент во всем мире. Например, в них, в этих выборах, имели право участвовать женщины. В Европе практически нигде, не знаю, может быть, во Франции, не уверен, равного избирательного права для мужчин и женщин не было. Кроме того, это выборы были без всех цензов. Ни образовательного, ни цензооседлости, ни имущественного, ни национального, никакого. Всеобщее, равное, прямое голосование с тайной подачей голосов. То есть, предел демократичности. Основные европейские страны к этому пришли в течение 20-го века. Может быть, где-то было к тому моменту, но в Дании, например, такая максимально демократическая страна в Европе. Не, не было. Не было, но тем более. Смотрите, там такая история, чем отличаются выборы в учредительное собрание, грубо говоря, чисто формально я беру. Я не беру магию Чурова и Панфиловой. Отличаются только возрастным цензом. 20 лет тогда ценз был возрастом. 20 лет, да. Сейчас 18 лет. То есть, это, пожалуй, единственное отличие с современными выборами. Но, опять-таки, в Европе возраст был выше. 21, в основном, 21 год, да. Вот. Значит, вот такая была Петрушка формально. Значит, дату, да, дату созыва избирательного собрания, из учредительного собрания называли тоже по-разному. Вот, значит, Временное правительство обозначило дату выборов. Ну, и, соответственно, дату созыва, по-моему, 22 ноября, если я не ошибаюсь. Если я не ошибаюсь, 22 ноября. Они назначили день голосования в учредительное собрание. Большевики, когда пришли к власти, они, первое, что они сделали, они, конечно, разогнали. Они 28 ли? 28 ноября, да? Да, потому что, ну, 9 августа Керенский написал постановление Временного правительства, где назначалась дата выборов 12 ноября, а созыв 28 ноября. Понятно. Ну, вот, значит, большевики, которые, большевики, которые, значит, говорили, что их задача обеспечить выборы в учредительное собрание, естественно, это учредительное собрание с первого дня в грош не ставили. Тут надо пояснить вот что. Значит, в 18-м году Ленин написал известную работу «Пролетарская революция. Ренегат Кауски». Значит, суть этой работы вот в чем. Знаменитый немецкий социал-демократ Карл Кауски написал книгу о большевизме, по-моему, она называлась как-то забыл точное название, но это легко установить. Вот, в которой он зверски раскритиковал большевиков, искал спрос, что большевики это лицемеры и жулики. Почему? Потому что они распинались о необходимости создавшего учредительного собрания и сами же это учредительное собрание разогнали. То есть, они просто обыкновенные узурпаторы, которые стремились только к власти. И лозунг учредительного собрания был для них не более чем обманкой для масс. Ленин вступает в яростную дискуссию с Каутским и говорит «Врете господин Каутский? Я с самого начала, я Ленин, то есть, с самого начала говорил, что учредительное собрание для нас отнюдь не фетиш, не самоцель, что это просто один из политических инструментов. Причем инструмент ущербный. Инструмент плохой. Инструмент старомодный. Ну, в этой дискуссии естественно правду говорил Каутский, а врал естественно Владимир Ильич. Потому что в своих работах семнадцатого года Ленин много раз напирал именно на необходимость учредительного собрания, и не он один, все. Но это с формальной стороны, с точки зрения формальной логики. С точки же зрения диалектической логики, которую обожал Николай Ленин. Николай Ульянов никогда в природе не существовал. Николай Ленин. Так вот, с точки зрения диалектической логики, Николай Ленин был абсолютно прав. Потому что он действительно презирал учредительное собрание, как и все формы парламентской демократии, как и все формы выборов. И логика его была следующая. Любые выборы это полная чепуха. Почему? Потому что я, Николай Ленин, имею в руках истину намного более высокую, чем мнение депутатов от Царева Кокшайска, от Вологды и даже от Москвы и Петрограда. Какую же я имею истину? Очень простую. Я действую. Вот всякие пошляки и сикофанты буржуазии, типа Каутского, Керенского и тому подобных господ. Вот пошляки и сикофанты, они считают, что я действую ради личной власти, ради власти партии и так далее. Ну, потому что они по себе меряют. Кто так обзывается, тот сам так называется. Я действую не ради личной власти, а я действую не корости ради, а токму волю пославшими о жены. А жена это логика мировой истории. Я воплощаю логику мировой истории. Откуда я знаю эту логику? Элементарно Ватсон из книжек Карла Маркса. Учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Маркс описал логику мировой истории. Согласно этой логике буржуазный строй неизбежно будет низвергнут, на его место придет социализм, далее коммунизм, а между буржуазным строем и социализмом будет период диктатуры пролетариата. Временный период диктатуры пролетариата. Вот ради этой логики, по этой логике, в соответствии с этой логикой, а вовсе не ради личной власти или еще чего-то такого, я и действую. И в высшей степени нелепо, чтобы критерием истины было какое-то дурацкое голосование. Это все равно, что дать школьникам голосовать по поводу квантовой механики. Что вы думаете о соотношении неопределенности Гейзенберга? И как проголосуют, так оно и будет от соотношения неопределенности. Ну или вот значит с поправкой на день сегодняшний. Ну вот вводят там кеверкоды, так? Многие недовольны. Ну естественно, что правительство или ВОЗ там говорят, ну какое нам дело до этих баранов? Они ничего там не понимают, как Миша Леонтьев говорит. Бараны, они есть бараны, значит, надо им клеймо ставить. Они в этом ничего не понимают, не понимают. Мы действуем от имени науки. Наука знает, люди не знают. Но то же самое в случае Владимира Ильича. Социология, история, а главное учение Маркса. Оно знает. Если оно знает, то дурацкие голосования не имеют абсолютно никакого значения, потому что голосуют те, кто ничего не знают, а я знаю. Я знаю. Это, между прочим, перекликается с известной мыслью революционера Раскольникова. Если вы помните преступление наказания, там Раскольников говорит, ну его спрашивает этот, значит, Порфирий, а что же вы, и кровь, значит, по совести позволяете? А Раскольников говорит, да я не то, что позволяю, просто это неизбежно. Представьте, говорит, что кто-нибудь хочет отрицать законы Ньютона. Ну что с ним делать? Ну силой его подавить. Ну законы Ньютона, они же объективно действуют. И если кто-то пытается их скрыть или отречься от них, или изменить их, то с ним разговор короткий. Логика науки, неважно какой, физики, истории, вирусологии, географии, там вот сейчас всемирное потепление. Так? Ну какое имеет значение мнение, так сказать, большинства людей? Они что, разбираются в климатологии, в физике атмосферы? Ничего не понимают, а туда же лезут и вякают, значит. Есть наука. Вот это логика революционера. В данном случае революционера Николая Ленина. Я знаю, сейчас я закончу, я знаю истину. Эта истина гораздо выше дурацкого формального права, какого-то идиотского учредительного собрания, голосований безграмотных людей. Истина принадлежит мне. Мне она известна. Во имя нее, ради утверждения этой абсолютной истины, я действую. А учредительное собрание это просто монок для малограмотных людей. Как-то для них надо, ну нельзя же им сказать, что вот читайте Маркса и действуйте по Марксу. Они не прочтут. Это просто такой монок. Вот примерная логика. Я, естественно, ее несколько огрубляю, искажаю. Вот примерная логика книги Ленина «Пролетарская революция» и «Ренегат Каутский». То есть формально обычная ленинская диалектическая такая штука. Формально правильно, а по существу издевательство. Он это относил к Каутскому. Каутский формально прав. Я писал то-то, сё-то, большинство, меньшинство, а по существу издевательство. Потому что главное это не большинство и никто за кого голосует. А главное это истина, наука. Ну а противники Ленина могли сказать ровно наоборот. Что формально вы, Владимир Ильич, правы со своей болтовней про Маркса. А по существу это издевательство. Вы просто свои безумные фантазии, свои безумные теории, которые, к слову сказать, и к Марксу-то имеют очень отдалённые отношения. Но дело не в этом. Ну пусть правильно по Марксу, пусть неправильно по Марксу. Но в любом случае вы свои безумные утопии преподносите как истину в последней инстанции, ради которой можно ломать через колено мнение большинства людей. Вот теоретическая дискуссия диалектика утописта и прагматиков от учредительного собрания. Смотрите, даже если мы абстрагируемся от того, что из 2021 года это всё выглядит как обман трудящихся, и будем исходить из логики. Вот мы с вами живём в 1917-18 году. Понимаете, в чём разница между законами Ньютона и передовым характером проветарской диктатуры. Вот так скажем. Разница в том, что законы Ньютона, они ни в каких Ленинах и даже Ньютонах не нуждаются. Они существуют объективно и отправляются исключительно объективно. Вершителям научного закона быть невозможно. Поэтому это не совсем диалектическая логика, это демагогическая логика. Если логика Ленина работает в данном случае, что да, там, необходима пролетарская диктатура, таков закон истории, то этот закон истории, есть там Ленин, нет там Ленина, есть там учредительное собрание или нет этого учредительного собрания, это же закон, он работает, это научный закон, и все научные законы не нуждаются в нас, они как-то и без нас существуют. Поэтому это очень простая логика, согласно которой ленинская логика не диалектическая, а демагогическая. Ну, на это есть и столь же простой ответ. Разумеется, законы Ньютона не нуждаются в Ньютоне, они были, есть и будут безотносительно к нему, но кто-то их должен был открыть, до Ньютона мы о них просто не знали, но вот Ньютон открыл. Что же касается законов общества, то да, они объективны, безусловно, но творят историю все-таки люди, поэтому роль личности в науке она меньше, он только сообщает то, что есть без него, до него и безотносительно к нему. Роль личности в социальных науках, в общественной жизни, она гораздо больше, не только сообщить, но и притворить в жизнь. Кеплер не вертел на пальцы планеты, они сами крутились без его помощи, законы Кеплера к Кеплеру отношения не имеют, они реальны. Ленин мог сказать, да, это объективная логика истории, но историю делают люди, только можно делать историю в соответствии с ее логикой, как делаю я. Я делаю историю, я вращаю землю, но я вращаю по ее истории, объективной логике, а можно действовать в истории против этой объективной логики, тогда вы ничего не добьетесь, можете наломать дров, но ничего не добьетесь. Вот Николай Второй, он действовал против логики истории, сломал себе шею, не потому, что он глупый, плохой и так далее, просто потому, что он против логики истории, а я действую по логике истории, и поэтому я обречен на успех. Соответственно, вот значение этой формулы. Учение Маркса всесильно. Почему? Потому что оно верно. То есть оно верно описывает реальность. И если мы прилагаем силы в верную сторону, мы результата добьемся. Если мы прилагаем силы в неверную сторону, мы ни черта не добьемся. Как школьнику драться с отборной шпаной. Вот всемирная история это отборная шпана. И сколько бы школьник с ней не дрался, а только шишки набьет. А если вы на стороне этой отборной шпаны, то вы добьетесь всего, чего хотите. То есть получается, что к Ленину не пришел Вернер Гейзенберг и не дал ему толстенным вот талмудом физики по голове, потому что Гейзенберг объяснил бы Ленину, что нельзя одновременно открывать закон и исполнять этот закон. Понимаете, если я прихожу в аудиторию, где меня учат законом Ньютона, меня не должны выкинуть в окно, чтобы продемонстрировать мне закон всемирного тяготения. Меня не должны с разбегу шмаркнуть, шваркнуть об стену и так далее. То есть вы или как бы объективные законы описываете, или вы их реализуете. Это невозможно делать одновременно. Поэтому и с этой стороны его логика тоже демагогическая. А с этой стороны его логика не соответствует логике Вернера Гейзенберга. Это точно. Науки. Логики науки. Потому что логика Гейзенберга это все-таки логика науки. Нельзя вмешиваться в эксперимент. На это бы Ленин ответил. А кто из нас демагог, батенька, это покажет реальность. Гейзенберг, мы уважаем Гейзенберга как крупного естествоиспытателя, но он ровно счетом ничего не понимает в философии. А мы занимаемся не физикой, а философией. Как говорится, Гейзенберг так же не исчерпаем, как и атом. Но в реальности существую я. И моя логика, и моя теория, и мое знание. Ну вот такой это как бы значит теоретический спор вокруг учредительного собрания. А практически практически все выглядело гораздо проще. За неделю до выборов в учредительное собрание большевик Володарский заявил народные массы в России никогда не страдали парламентским кретинизмом. И из этого следует, что учредительное собрание надо разогнать к чертовой матери. Почему разогнать-то вообще? Чем оно им не угодило? А не угодило оно им тем, что они уже знали, что выборы в это самое собрание они проиграли. То есть большевики добились очень высоких результатов. Сейчас мы расскажем, вы подробно расскажете. Но они не имели большинства. Этот вариант их, естественно, категорически не устраивал. А Бухарин, значит, предложил другую идею. Выгоним из учредительного собрания кадетов, после чего большевистская или ЛСРовская фракции объявят себя революционным конвентом. А если они откроют это самое учредительное собрание без них, то мы их арестуем. Вот. Значит, интересно, что план Бухарина отверг Сталин, сказав, что арестовывать учредительное собрание нельзя. То есть в тот момент, как видите, Бухарин требовал арестовать депутатов учредительного собрания, а Сталин ответил, что этого делать нельзя. Не совсем так. Смотрите, изначально сформировалась большевистская партия, она раскололась по этому вопросу. Бухарин, Рыков, хотел сказать Егода, но Каменев, Бухарин, Рыков, Каменев, они стояли на позициях учредительного собрания. Сталин выборы предлагал отменить учредительное собрание. По итогу они до чего договорились. Они начали их потихоньку затягивать и было объявлено следующее, что учредительное собрание может быть созвано только тогда, когда до Петрограда доедет 400 депутатов. То есть тогда мы можем хоть какую-то дату определить созвать. Все-таки уточним тогда уже чисто фактически. Сколько было выбрано депутатов, от каких партий. Вот эта справка может быть немножко скучноватая, но она необходима. Без нее дальнейший разговор. Вообще выбиралось 808 депутатов. 767 было сформировано мандатов. То есть недовыбрано было сколько получается 33 да еще и 8 недовыбрано. Короче было 41 депутат. Явка была около 60 процентов. Довольно высокая надо сказать. Да. Явка была высокая. Особенно учитывая обстоятельства, что в общем надо было понимаете вот крестьянин он должен поехать в город голосовать. То есть это целое дело. Представляете в декабре 17 года бросить хозяйство сесть на телегу и попереться там за 100 верст в город проголосовать. То есть это делать непростое. Это большие усилия. И вот в таких условиях явка была 60 процентов. Вообще избирателей было 90 миллионов. А проголосовало 44 с половиной миллиона. А значит чуть-чуть. 50 процентов. Чуть-чуть не хватило до 50 процентов. То есть грубо говоря там 49 процентов. Вот так можно сказать. В таких условиях это очень высокая явка на самом деле. Да. Первое место взяло и по сути победило на этих выборах партия социалистов революционеров. За нее проголосовало 17 миллионов 940 тысячи человек или 40 целых четыре десятых процента голосов. Таким образом они получили 347 мандатов из 767. Второе место заняли большевики. За них проголосовало 10 миллионов 943 тысячи или они получили 24 процента голосов. Они получили 180 мандатов. Почти вдвое меньше, чем эсеры. Третье место заняли эсеры Украины. За них проголосовало 3 миллиона 433 тысячи или 7,7 процентов голосов. Они получили 81 мандат. Ну по существу эсеры с эсерами Украины вместе они просто вот как единая Россия в нынешней Думе закрывают собой. Нет, Единая Россия даже не имеет абсолютного большинства. То есть тут они бы на двоих имели абсолютное Нет, Единая Россия имеет конечно абсолютное большинство, она не имеет конституционного. Конституционного. То есть она не может наплевать на мнение всего остального парламента. А эти бы могли. Кадеты получили 2 миллиона восемьдесят восемь тысяч голосов или 4,7%. Они получили таким образом 15 мандатов. Ну и дальше меньшевики получили миллион 144 тысячи голосов или 2,6%. Дальше различные социалисты от национальных окраин, то есть меньшевики Грузии, мусаватисты Азербайджана, партия Дашнак Цутюн из Армении, левые эсеры получили 1% или 451 тысячу голосов, Алашарда, ну, национальная партия Казахстана и так далее. То есть итог какой? Что у эсеров мощное большинство, но есть одна деталь. Дело в том, что например в Москве и в столичных городах большевики взяли очень много, то есть они взяли первое место, то есть в Петрограде у большевиков было что-то там около 45% голосов, а на втором месте были кадеты. Объясню почему так. Дело в том, что эсеры это крестьянская партия, да, Россия это крестьянская страна, но эти крестьяне живут не в Петрограде, не в Москве, там, а они живут в деревнях. Соответственно, электорат эсеров, он не столичный по определению, а вот в столицах проголосовали за большевиков и за кадетов, то есть с одной стороны это большевикам на руку, что в городах за них хорошо проголосовали, это гарантировало то, что широких манифестаций и больших митингов не будет, хотя огромных митингов, которые смогли бы их смести не будет, потому что фактически половина голосующих в городе их сторонники, с другой стороны, это для них была ложка дегтя, потому что кадеты заняли второе место, и митинги против разгона учредительного собрания были как бы фактически неминуемы, другое дело, что они не были бы такие многочисленные, это да, но тут они колебались, то есть это экспериментально не было тогда понятно, разгонять или не разгонять, и Ленин взял свою известную позицию затягивать, то есть всячески как можно затягивать. Здесь надо обратить внимание вот на какие вещи тоже, во-первых интересно, что хотя Российская империя уже расползлась во все стороны, но в выборах, как ни удивительно, в выборах в Российский парламент, в Российское учредительное собрание, участвовали представители окраин. Да, мусоматисты и Дашнак Цутюн это очень влиятельная партия. Мало того, украинская это Центральная Рада участвовала, хотя с другой стороны они объявляли Украину независимой, то есть ясности в том, так все-таки Украина или там Кавказе они входят в состав или не входят, ясности не было у самих этих революционеров. Между прочим, депутатом учредительного собрания был избран Симон Петлюра, руководитель Центральной Рады, но, понимаете, учредительное собрание это все-таки не парламент, и то, что, ну, не совсем парламент, точнее, то, что они избирались, это было понятно, они избирались для того, чтобы своим мощным представительством продавить вот это право на свое собственное самоопределение, то есть Дашнаки считали, и в этом, наверное, они были правы, что если они попадут в учредительное собрание, таким образом они могут выступать как бы как представители Армении, как власть Армении, точно так же мусалатисты, Центральная Рада и так далее. Финляндия, вот, например, не участвовала. Вот, значит, это первое обстоятельство интересное. Второе, вот то, о чем вы сказали, что в городах большинство, или, по крайней мере, на первом месте оказались большевики, это вполне понятно, потому что в городах было много рабочих, и сильна была большевистская партия, но главное тут вот что, города это нервные клетки организма, если страну считать организмом, то города это нервные узлы, это нервные клетки, а деревня это соматические клетки, это тело, и вес, политический вес городов, одного человека в городе и одного человека в деревне абсолютно не сопоставим. Там, миллион жителей Петрограда политически весят больше, чем 100 миллионов жителей России, потому что Петроград как центр, как мозг страны может навязывать свою волю всему телу, а тело в обратную сторону навязывать не может. Значит, Ленин тянул, действительно, но тянул он не то, что тянул просто ради того, чтобы тянуть. Вот многие политики тянут просто потому что они не знают, что делать, ничего подобного. У Владимира Ильича был совершенно ясный план, он его объяснил. Надо позволить созыв учредительного собрания для того, чтобы успокоить левых эсеров, но после того, как оно будет собрано, отозвать депутатов, значит, кадетов и в компании с левыми эсерами, не ругаясь с левыми эсерами, он не хотел то, что учредительное собрание надо разогнать, для него было очевидно с первой секунды. Никаких вариантов тут быть не может. Если у нас нет формального большинства, то, естественно, мы его разгоним. Но не уйдем же мы как последние идиоты и отдадим власть этой непонятной компании. Об этом не может быть и речи. Вопрос только в одном, как разгонять? Не разгонять или не разгонять, а только как разгонять? План Ленина был простой. Первое, объявляем вне закона кадетов, кадетскую партию. И не потому, что их так много в учредительном собрании. Неважно. Дело в том, что они сильные ораторы, они могут повернуть настроение собрания, мы их устраняем. Кроме того, это пропагандистски выгодно. Устраняя кадетов, мы только вызываем симпатию к себе у трудящихся. Второе, надо договориться с левыми эсерами. Опять-таки, не потому, что их много в составе учредительного собрания. Их там мало. И вместе с ними мы большинства среди депутатов не получим. А оно нам и не нужно. Левые эсеры это определенная сила. С силой ругаться глупо. Пока, во всяком случае. Нам надо с ними договориться. Не по числу голосов, а сила к силе. И после этого мы можем это учредительное собрание легко разогнать. И вот он 12 декабря пишет статью, тезисы об учредительном собрании. Все очень просто. Значит, ход событий и развитие классовой борьбы привели к тому, что лозунг «Вся власть учредительного собрания», а это, повторяю, был общий лозунг и Временного правительства, и большевиков, и всех. Вся власть учредительного собрания это был общий лозунг. Так вот, этот лозунг «Вся власть учредительного собрания» стал на деле лозунгом кадетов, калединцев и их пособников. Значит, атаман Донского войска Каледин не имел к учредительному собранию вообще никакого отношения, не прямого. А как он? Он был избран депутатом учредительного собрания. Ну, может, он был избран, но в Петроград он не торопился, мягко говоря. Но, я так понимаю, что до созыва, что вот в эти дни созыва учредительного собрания он застрелился. Настолько был рад, что его депутатом избрали, что 29 января застрелился. Вот. Это была реакция на учредительное собрание, но в любом случае сторонники Каледина меньше всего у себя в Новочеркасске думали о учредительном собрании. Между прочим, атаман Дутов был избран депутатом учредительного собрания. Да, Вообще, идея разгона учредительного собрания, насколько я понимаю, это я на Троцкого ссылаюсь. Это воспоминания Троцкого, там, по-моему, наша революция она называлась. Незадолго до созыва учредилки к нам зашел Марк Натансон. Марк Натансон это народоволец еще со времен Кружков-Чайковцев. И, между прочим, его племянником был Александр Иванович Коновалов, то есть тот самый большущий-большущий миллионер и министр торговли временного правительства. На тот момент ему лет под 70 было Марку Натансону. В общем, заходит к ним Марк Натансон, старейший член ЦК партии левых эсеров, из первых слов сказал, ведь придется, пожалуй, разогнать учредительное собрание силой. Браво! Воскликнул Ленин. Что верно, то верно. А пойдут ли на это ваши? У нас некоторые колебания, но я думаю, что в конце концов согласятся. Ну вот, значит, Марк Натансон, в отличие от генерала Каледина, к очередным собранию отношений имел самое прямое. Так вот, дальше цитирую Владимира Ильича. Для всего народа становится ясным, что этот лозунг, то есть лозунг вся власть к очередительному собранию, фактически означает борьбу за устранение советской власти, и что всякая попытка прямая или косвенная рассматривать вопрос об очередительном собрании с формальной стороны дела в рамках обычной буржуазной демократии является изменой делу пролетариата и переходом на точку зрения буржуазии. То есть это было формальное фактически объявление о том, что очередительного собрания не будет, что жить ему не суждено. И в таком же духе шла вся пропаганда большевиков. Значит, ну вот 22 декабря на заседании ЦИК Зиновьев сказал, мы отлично знаем, что под предлогом созыва учредительного собрания, под знаменитым лозунгом вся власть учредительного собрания кроется лелеемый лозунг долой советы. То есть он подтвердил, значит, что или-или, или вы, или мы, или учредительное собрание, или советская война. Значит, здесь я должен сделать некоторое отступление, и довольно существенное, а именно, вот, наверное, многие, кто нас слушают, они, значит, сделали простой вывод, который, собственно, и так всем известен. Большевики, бандиты, кучка политических узурпаторов, которые просто под любым предлогом мечтали разогнать избранное, здесь первое и последнее в истории России легитимное, первое и последнее в истории России легитимное собрание, а именно учредительное собрание. А хотели они его разогнать, чтобы там Ленин не болтал о логике истории, о Карле Марксе, об Исааке, Ньютоне и так далее, из чисто шкурных интересов. Не хотели делиться властью? Каковая власть должна была попасть по закону, по результатам выборов, к учредительным собраниям? Это первый тезис, с которым, я думаю, никто из наших слушателей не спорит. Это так, но это не только так. Да. И второй тезис, что большевики опять-таки бандиты, а учредительное собрание это собрание действительно демократических, немного наивных народовольцев, ну, народовольцев в нем смысле принадлежности к партии народной воли, а людей, которые за народ, за волю народа и так далее, и так далее, и так далее. То есть, это столкновение бандитов и порядочных людей, законной власти учредительного собрания и узурпаторов большевиков, людей, которые делают ставку на слова, на мандаты и людей, которые делают ставку на грубую силу. Вот так это воспринимают, я думаю, наши слушатели, и так это воспринимают сегодня все люди, которые интересуются историей учредительного собрания. Это даже, если хотите, немного напоминает, есть некоторая слабенькая аналогия с событиями 1933 года в Германии, когда, значит, никто не разгонял Рейхстаг, но после поджога Рейхстага просто аннулировали депутаты, аннулировали мандаты депутатов-коммунистов, а знаменитое, значит, голосование по главному вопросу о нацистских законах, которые давали всю полноту власти Гитлера, она происходила, это голосование происходило в цирке, цирк Корона, этот цирк окружила армия Рэма, и они кричали «Голосование или смерть?» вот под такие лозунги, значит, закон или смерть, закон или смерть, вот под такие лозунги депутаты немецкого парламента, значит, по одному проходили свободно выражать свою волю, вот, а Гитлер выступил, обратился к социал-демократам, которые долго совещались, и прорычал «Вы опоздали, вы пришли, вы не нужны мне, мне не нужны ваши голоса, ваше солнце закатилось, а солнце Германии взошло, грядущий день осветит ваши трупы», вот так, значит, канцлер Германии обращался к депутатам немецкого парламента. Все это так, но я должен сказать, что все это и не совсем так, значит, первое, на что я хотел бы обратить внимание, это на то, что учредительное собрание было отнюдь, в отличие от немецких социал-демократов, которые без конца о чем-то совещались, пока не осветили их трупы, учредительное собрание было совсем не из таких, значит, одуванчиков состояло. СССР, это, как известно, партия террористов, и чего-чего опускать в дело оружие им было не привыкать. Значит, было создано такая была создана, такая организация, которая называлась Союз Защиты Учредительного Собрания. Да, они там издавали, значит, газеты, брошюры, разъясняли, почему Собрание имеет всю полноту власти, все это очень мило. Но, кроме того, там была, значит, и боевая часть в этом самом союзе, и это отнюдь не большевистское вранье, и отнюдь не сталинская провокация. Это правда. Была боевая часть, эту часть возглавлял Федор Михайлович Онипко, человек абсолютно забытый и никому неизвестный, а был он депутатом учредительного собрания от Ставрополя, и возглавлял он военную комиссию Союза защиты учредительного собрания. Этот самый Онипко был, так сказать, не пальцем деланный, его люди проникли в Смольный, получали информацию из окружения Ленина, и план Онипко был следующий, в день открытия учредительного собрания убить Ленина, убить Троцкого, и устранив большевиков, дальше, значит, дальше, да, не в день открытия, виноват, не в день открытия, а в день Рождества. Первый января, что, да, 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 убить Ленина и Троцкого, и, значит, после этого учредительное собрание будет править. Ну, особенно парламентский план, это не похоже, я далек от того, чтобы с моральной точки зрения кого-то здесь оценивать, с волками жить по волчевыть, а уж кто тут волки, значит, Ленин или ОНИПКУ, это пусть каждый решает на свой лад. Но разница между Лениным и ОНИПКО была в том, что ОНИПКО имел глупость сообщить о своих планах ЦК эсеров. И ЦК эсеров, правых эсеров, этот план отверг. Опять же, отнюдь не потому, что они не хотели проливать кровь, слезинка Ленина стоит мировой истории. Нет, все было гораздо конкретнее. Они ответили, ЦК эсеров, сказал, что если мы убьем Ленина, то рабочие устроят над нами самосуд, и нас просто разорвут. А в результате выиграют только враги революции. Здесь надо иметь в виду, что для эсеров вся эта болтовня про Каледина и компанию имела большое значение. Они в это верили. То есть, они считали. Вот для Ленина было ясно, что есть две силы. Большевики и учредительное собрание. И учредительное собрание надо разогнать к чертовой матери. Для эсеров, которые были главной силой в учредительном собрании, картинка была значительно сложнее. Есть большевики, есть мы, и есть контрреволюция. Каледина и компания. Каледин, кадеты и так далее. Еще либералы, к которым тоже отношение очень непростое, потому что я бы не сказал, что все кадеты как один прям фанат Каледина. Да, они ему сочувствовали, но не все далеко. Точно так же, как и многие эсеры сочувствовали Каледину. Там смешалось кучу все. Коня и люди. Отличить эсеры от кадета до 1917 года было легко, после 1917 года кое-где вообще почти невозможно. Да, но во всяком случае разница между эсерами и Лениным была вот в чем. Что Ленин, как всегда, умел выделить главную задачу. Вот то, что он называл главное звено цепи. Бить в это главное звено и разорвать это главное звено. Главное звено это эсеры и учредительное собрание. С ними надо покончить. А для эсеров все дробилось. Сбросить большевиков неплохо бы, но не получится ли, что мы останемся один на один с разъяренными рабочими, которые нас разорвут. Ладно, если мы уговорим этих самых рабочих, то не окажется ли, что мы окажемся один на один с господами Калединами, либералами, кадетами. Я думаю, что многие эсеры вполне серьезно даже думали про реставрацию монархии, про возможность реставрации монархии, про правые силы. Ведь в очередительное собрание не был избран никто из монархических партий, ни один человек. Даже в качестве независимых депутатов. Но это не мешало людям, тем самым эсерам, верить в главный миф 1917 года, миф о реставрации, миф о правых, миф о монархистах, которые только и ждут, чтобы прорваться. Поэтому эсеры были на два фронта у них, мысли дробились. И решительное решение о войне с большевиками они принять не могли. Кстати, на всякий случай, значит, этот самый Анипка, чтобы с ним покончить, у него был такой план. Хорошо, убить Ленина не получилось. Да, кстати, 1 января в Ленина таки стреляли, он ехал на машине, в него таки стреляли, но эсеры к этому отношения не имели. Это организовал Некрасов. Некрасов это бывший министр временного правительства. Кадет. Кадет, да. В Ленина стреляли, но Ленину вообще везло, промахнулись опять и ранили Фрица Платтона, это швейцарский социалист, который ездил с Лениным в машине. Ну вот. И, кстати, после этого, когда большевики, точнее, Петроградская ЧК, точнее, Урицкий, председатель Петроградской ЧК, который, кстати, пристрелят, но попозже, проводили расследование в связи с этим делом, то кадет князь Шаховской сказал, что вот он я, организатор. Как бы, я деньги давал на это, я, как бы, планировал это дело, то есть, что вы собираетесь расследовать? Ну, я и хотел пристрелить этого Ленина. То есть, формально вообще это все было... И чем Шаховской отделался, я не помню уже, честно говоря. Ну, уехать пришлось, как бы. Из России? Ну, после гражданской войны, из России точно. То есть, большевики за такие милые заявления его не арестовали, не расстрелили? Ну, понимаете, как бы, это норма жизни тогда была. Кстати, князь Дмитрий Иванович Шаховской дожил до 39-го года и умер внезапно в Москве. Да, вот те на, то есть, он никуда не уехал. Прекрасно. Прекрасно. Ну вот. Значит, а Анипка этот самый, ладно, покушение на Ленина не удалось, но он свою линию гнул. Он разработал план вооруженной массовой демонстрации 5-го января, в день открытия учредительного собрания, перед Таврическим дворцом, для того, чтобы отбить у большевиков охоту силой разогнать учредительного собрания. В Преображенском, Семеновском и Измайловском гвардейских полках. А эти полки в составе Петроградского гарнизона продолжали бездельничать в Петрограде, жрать казенный хлеб и так далее. Он наскреб 10 тысяч человек и около двух тысяч рабочих Обуховского завода и Государственного печатного двора были готовы к ним присоединиться. Но опять значит опять у него вышло все не так. Значит опять он обратился в ЦК больших эсеров и опять ЦК эсеров его отказал, а ему отказал. Объяснили они это так. Большевизм это болезнь масс, на выздоровление требуется время и теперь неуместные рискованные авантюры. И максимум что хотел сделать ЦК правых эсеров это провести мирную демонстрацию. Пожалуйста с солдатами ради Бога но без оружия. На самом деле я думаю что это трогательная история про благородного Анипка который планировал вооруженную демонстрацию а совсем тупые эсеры ему это запретили она немножко подчищена. Вооруженная демонстрация в составе 10 тысяч человек в переводе на русский язык называется мятеж и захват власти. Никакой конечно демонстрации бы там не было а они бы элементарно захватили этот самый Таврический дворец арестовали бы или убили бы нафиг большевиков по крайней мере такой вариант я думаю был вполне вероятен. А уж потом задним числом историки бы разбирали что там было демонстрация переходящая в мятеж или мятеж под предлогом демонстрации но вооруженная демонстрация с участием 10 тысяч человек это немножко перебор таких демонстраций не бывает. Вопрос спорный понимаете дело в том что перерезать как бы всех большевиков как гугенотов как бы очень сложно ну просто потому что у них есть например ВЧК они же к власти то уже пришли А с них не надо достаточно Ленина остальное само свалится нет ну как само свалится там Троцкий есть как минимум Ленина и Троцкого ну Ленина и Троцкого ну на дворе да но помимо Ленина и Троцкого есть Бухарин и Каменев правильно значит уже Бухарина и Каменева и так мы извините дойдем как бы до матроса Железняка нет я на этой версии не настаиваю я просто хочу сказать что все тут не так однозначно вот эта картинка красная шапочка эсеровская красная шапочка и серый волк Ленин она описывает правду безусловно но половину правды при ином развороте событий все могло развернуться с точностью да наоборот и я думаю что правые эсеры которые тоже не вчера родились и не только обсуждениями бесконечными занимались а все они или большинство из них имели опыт террористической деятельности много чего на своем веку повидали они понимали что такие вооруженные демонстрации легко начать но очень трудно закончить поэтому они выбрали средний путь демонстрация да но мирная демонстрация в надежде на то что большая мирная демонстрация то есть без оружия большая мирная демонстрация с участием солдат между прочим хоть и без винтовок она пыл большевиков остудит и разгона учредительного собрания не будет ну здесь они как говорится опять-таки немножко недооценили немножко недооценили значит своих противников так значит дальше да значит когда они его помощники пришли к солдатам они получили такой ответ вы что смеетесь над нами товарищи вы приглашаете нас на демонстрацию но верите не брать с собой оружие а большевики ведь будут непременно стрелять что же морозинов рты должны подставлять наши головы в итоге солдаты отказались идти безоружными против большевиков и остались 5 января в казармах таким образом демонстрация получилась да получилось но без солдат ну на эту тему есть большевистские апокрифы я думаю что это вранье уже большевиков что кроме солдат там участвовать должны были многие офицеры что это был по сути офицерский заговор в том числе в котором участвовал Савенков и был одним из его организаторов это я думаю тоже вранье большое преувеличение хотя эта версия показана между прочим в замечательном фильме Козенцева и Трауберга Выборгская сторона это фильм как раз и про учредительное собрание и вообще про события начала 18-го года я кто не видел этот фильм очень рекомендую посмотреть во-первых там здорово действительно играют артисты в том числе но Чарков который играет Максима и там конечно замечательная просто потрясающая музыка Шостаковича ради одной этой музыки стоит этот фильм посмотреть ну вот значит ну а Ленин свое гнул значит он готовил просто технические условия причем он сам руководил подготовкой к этому делу готовил технические условия разгона учредительного собрания никаких вариантов никаких компромиссов тут быть не могло значит послали большевики пошли в казармы в казармы и там они значит развернули опять-таки это все были ленинские инструкции агитацию что они не против учредительного собрания ни в коем случае но они боятся что контрреволюционеры а кто такие контрреволюционеры никто не объяснял просто контрреволюционеры как в собачьем сердце профессор преображенский говорил тоже мне какое-то странное слово контрреволюция и что оно значит оно значит ровно то же самое что означает слово НАТО в сегодняшнем телевизоре что означает слово русский фашизм в украинском телевизоре и что означает вообще много политических слов а вот значит контрреволюционеры они попытаются взять верх в очередительном собрании и разогнать советы и разогнать совет ну с помощью вот этой значит демагогии большевистские агитаторы убедили финский пехотный полк принять резолюцию которая отвергала лозунг вся власть учредительному собранию что и требовалось доказать и гарантировала поддержку собранию только в том случае если собрание поддержит советскую власть такие же резолюции приняли волынский полк литовский пехотный полк и так далее при этом ни один из этих полков не заявил что они готовы принять участие в разгоне учредительного собрания то есть петроградский гарнизон занял нейтральную позицию но ленину большего и не надо было в распоряжении были отряды красногвардейцев было значит то что называл троцкий краса и гордость то есть моряки балтийского флота ну и на самый крайний случай были литовские стрелки но это уж как говорится на самый худой вариант а так вполне достаточно для того чтобы разогнать учредительное собрание силенок было более чем достал ну бойцы вычекающим но это само собой вот значит такой был расклад до а 5 января урицкий это председатель петроградской чека официально сообщил через правду любые митинги в окрестностях таврического дворца где будет проходить учредительное собрание будут разгоняться если надо с помощью оружия одновременно правда сообщила что 5 января рабочим следует не покидать заводов а солдатам оставаться в казармах но а урицкий опять же не будь дурак объявил что петрограду угрожает контрреволюционный переворот возглавляемые керенским и савенковым которые специально ради этого случая вернулись в город что ложь да это было естественно это было естественно вранье а правда приветствовал учредительное собрание следующим следующей шапкой сегодня гиены капитала и их наемники хотят вырвать власть из рук советов вот такая значит шапка вышла в честь открытия учредительного собрания нужно 5 января в такой бодрой обстановке в учредительное собрание открывается ну да вначале началось она со скандала началось она с того что его сначала захотел открыть свердлов свердлов от выступил и заявил что в это время председателем цирка да то есть он и был советская власть на двух ногах он заявил что предлагает учредительному собранию как бы поддержать все декреты советской власти ну в том числе и то что например кадеты партия вождей гражданской войны и врагов народа то есть кадеты депутаты от кадетской партии видимо тоже это должны были поддержать естественно свердлов послали как бы в баню а дальше начался балаган большевики дотянули этот балаган до ночи то есть выступали за трибуны представители различных партий охрана таврического дворца которая состояла из анархистов это кстати тоже вот такая ленинская идея что охрану таврического дворца ни в коем случае не должна состоять из большевиков она должна была состоять как бы из вот матросов и руководителем этой охраны было вот такое анатолий железняков или матрос железняк собственно знаменитый получал он кстати команды от павла дыбенко то есть от большевика в общем и на галерке матросы с винтовками ну заряжали винтовки и направляли их в сторону трибуны бывало то что они доставали патроны из винтовки и просто щелкали как бы в сторону трибуны все это безобразие продлилось до четырех утра кстати между делом избрали председателем учредительного собрания виктора михайловича чернова который только и успел что огласить закон о земле провозглашавший землю общенародной собственностью фактически это был продублирован декрет совнаркома тот самый декрет земле было подписано обращение к воюющим державам с призывом начать переговоры то есть на мире они сойтись никак не могли то есть призвать к миру без аннексии контрибуции точнее призвать к миру точнее подписать бумажку о том что россия выходит из войны и никак бы не смогли потому что учредительное собрание стоит из эсеров а право эсеры стоят на позиции воевать до победного конца а уж про кадетов я не говорю ну и постановление о провозглашении российской демократической федеративной республикой за два дня до этого в цик провозгласил российскую советскую республику федерации советских национальных республик вот так это звучало и в 4 утра в 420 если быть точным что знаете еще не происходит ужасного то в 420 в 4 утра происходит то война начнется то еще то россии единственный честный парламент разгонит в общем матрос железняк подошел к виктору михалычу чернову искал свое самое караул стал и тут все кстати очень по-разному трактуется эта фраза караул стал например историки такие более либеральны и это том что ну вот подошел подошло это пьяное рыло там и сказала председателю там парламента свободной россии валите катитесь отсюда колбаской как бы а левые историки но теперь историк шумит стоит на той позиции что вот эта фраза матроса железняка про караул стал ее даты понимать буквально что время то и 5 час утра и караул целится как бы в депутатов устал но он же никого еще не пристрелил караул этот и никаких развлечений нет но и собственно чернов ответил этому матросу что вы свободны товарищи учредительное собрание охраняет весь русский народ и весь весь трудовой народ вот так вот все-таки социалист ну в общем так или иначе депутаты разошлись после этого а на следующий день леди собственно как и планировал повесил большой амбарный замок на двери таблического дворца уж я сомневаюсь что он сам прибежал хотя по такому случаю мог бы и сам сбегать вот и собственно депутаты депутатам негде было заседать депутатам предложили рабочие заводы заседать то с расчетом на то что посмотрим как пролетарское государство будет стрелять в пролетариат наивны были рабочие потому что пролетарское государство совершенно не моргнув глазом по льду этот самый пролетариат и учредительное собрание на следующий день было разогнано окончательно ну там конечно как сказать были попытки поднять какие-то демонстрации но в дальнейшем этот сюжет будет иметь огромное продолжение то есть просто так большевикам это все с рук не сошло и в скором времени и далее чем через полгода вспыхнет граждан ская война где вдоль из пепла воспрянет аки феникс тот самый но уже комитет членов учредительного собрания ну вот я значит эту историю перескажу в точном соответствии с протоколом который велся протокол 1 последнего заседания учредительного собрания железняк я получил инструкцию чтобы довести до вашего сведения чтобы все присутствующие покинули зал заседаний потому что караул устал голоса нам не нужно никакого караула чернов какую инструкцию от кого железняк я начальник охраны таврического дворца имея инструкцию от комиссара чернов все члены учредительного собрания тоже очень устали но никакая усталость не может прервать оглашение земельного закона которого ждет россия страшный шум крики довольно довольно чернов учредительное собрание может разойтись лишь в том случае если будет употреблена носила шум голоса долой чернова железняк прошу покинуть зал заседания вот так непосредственно происходила вся эта история тем временем красногвардейцы заходили в зал там значит один из депутатов написал что значит вокруг таврического дворца собрались значит солдаты и матросы совершенно дикого вида они вооружены до зубов за спиной винтовка на груди и по бокам ручные бомбы гранаты револьверы патроны патроны без конца всюду где только можно их прицепить или всунуть на тротуарах одинокие прохожие при встрече с необычайной процессе останавливаются и спешат пройти дальше вот значит по случаю закрытия учредительного собрания правда напечатала прислужники банкиров капиталистов и помещиков союзники каледина дутова внимание холопы американского доллара это меня особенно поразило холопы американского доллара убийцы из-за угла правые эсеры требуют в очередительном собрании всей власти себе и своим хозяевам врагам народа на словах будто бы присоединяясь к народным требованиям земли мира и контроля на деле пытаются захлестнуть петлю на шее советской власти и революции но рабочие крестьяне и солдаты не попадутся на приманку лживых слов злейших врагов социализма во имя социалистической революции и советской республики они сметут всех ее явных и скрытых убийц это написала правда по виду от бухарин потому что он такие наиболее сильные статьи писал мне было бы конечно крайне любопытно сравнить эту статью с теми статьями которые вот в тридцать третьем году писала фельгиша беобахтер я думаю что геббельс ничего своего не придумала просто переводил на немецкий язык эти тексты и шпарил их как из пулемета но у них там по-моему не фельгиша беобахтер у них ангриф это ангриф это чисто газеты геббельса а значит фельгиш это как бы главные газеты но он обередактировал там отдельная история как его чуть штурмовики не убили но это из другой опер ну вот значит что интересно что в день открытия учредительного собрания это самая мирная демонстрация все-таки прошла вот она прошла довольно скромно значит сами эсеры утверждали что было 50 тысяч участников на самом деле конечно было гораздо меньше гораздо меньше но видимо было тысяч десять в основном это были студенты государственные служащие то есть служащие большевистского правительства и представители свободных профессий организаторы демонстрации широко оповестили о предполагаемом маршруте и были выставлены заслоны красноармейцев передовые отряды красноармейцев заряженными винтовками и пулеметами заняли улицы и крыши зданий на пересечении пантелеймоновской и литейного проспекта когда шествие приблизилось к литейному проспекту раздались крики да здравствует учредительное собрание и в этот момент солдаты открыли огонь вскоре они перестроились несколько человек упали остальные бросились искать укрытие но вскоре однако они перестроились и продолжили движение поскольку кирочная была перекрыта войсками демонстрация двинулась дальше по литейному а потом по шпалерной здесь процессе рассыпалась беспорядки красноармейцы преследовали демонстрантов вырывали у них из рук лозунги которые тут же драли на части и швыряли в костры другая процессе и в другой части города состоявшая по большей части из рабочих также натолкнулась на пулеметный огонь значит убито было по одним сведениям восемь по другим двадцать человек ну по масштабам кровавого воскресения 1905 года это конечно ничто даже двадцать человек это в кровавое воскресенье было убито две тысячи человек но дело не в количестве дело в самом принципе что значит власть открыла огонь по мирной демонстрации так значит жертвы были торжественно похоронены 9 января восемнадцатого года в годовщину кровавого воскресенья на преображенском кладбище рядом с жертвами 1905 года рабочие делегации несли венки на одном из них была надпись жертвам произвола самодержцев из смольного а максим горький естественно сказал что это второе кровавое воскресенье и написал соответствующую статью в своей газете новая жизнь значит но самое интересное было вовсе не все это а что же за этим последовал ленин не проводя никаких соцопросов не беседуя ни с какими рабочими не пользуясь никакими социологами был уверен что реакция народа на разгон учредительного собрания будет очень простой никакой и как почти всегда просчитывал владимир ильич он полностью оказался прав никакой реакции по всей россии не было разгон учредительного собрания не вызвал ни малейшего интереса в стране которая целый год жила под лозунгом вся власть учредительного собрания никакой реакции это событие стране не произвело собственно говоря это было первое и последнее значит первая и последняя легитимная власть в россии и что интересно что не только не было никакой реакции крупного общественного возмущения хотя вот миф об учредительном собрании жив по сей день но была и реакция поддержки причем с несколько неожиданной стороны а именно Пуришкиевич о котором мы уже говорили крайний монархист антисемит один из самых активных защитников самодержавия написал открытое письмо в котором он написал следующее что он значит остается монархистом не может простить советской власти превращение России в немецкую колонию и так далее но дальше советская власть это твердая власть правда не с того боку с которого я хотел бы видеть твердую власть в России а вот жалкая и трусливая интеллигенция которая является одной из главных виновниц нашего позора и неспособности русского общества выдвинуть здоровую государственного размаха твердую правительственную власть то есть Пуришкевич фактически да и на словах просто поддержал советскую власть как твердую власть и надо сказать что такие настроения были очень популярны в определенном кругу самой реакционной самой монархической публики эти люди могли даже сражаться с советской властью допустим в армии Каледина но советскую власть они при этом уважали как власть твердую в то время как значит учредительное собрание демократическую власть и так далее они презирали как облака в штанах слякоть полтуны прекрасно душные обломовые отсутствия власти вот так что расчет Владимира Ильича на то что надо действовать грубо полностью подтвердился кстати сказать эта мысль давно известна Леонтьев не Миша Леонтьев а Константин Леонтьев философ философ да но Миша тоже философ поэтому я их различаю все таки скорее по именам вот Константин Леонтьев так же как кстати и Миша Леонтьев говорил в России надо царствовать без застенчиво и большевики эту максимум полностью значит соблюдать теперь закончить наш скорбный рассказ про учредительное собрание мне хотелось бы из серии все таки альтернативная история да я бы только единственное вот вы привели цитат философа давайте я тоже цитат философа приведу она тоже кстати по этому поводу было сказано это Федор Степун философ Ленин был единственным человеком не боявшимся никаких последствий революции этой открытостью души навстречу всем вихрем революции Ленин до конца сливался с самыми темными разрушительными инстинктами народных масс не буди Ленин самой ухваткой своих выступлений того разбойничьего присвиста которым часто обрывается скорбная народная песнь его марксистская идеология никогда бы не полонила русской души с такой силой как оно случилось правильно Блок еще раньше написал он никакого Ленина знать не знал в то время когда это писал но написал правильно пускай заманит и обманет какому хочешь чародею он про Россию написал какому хочешь чародею отдай разбойную красу пускай заманит и обманет не пропадешь не сгинешь ты и лишь забота затуманит твои прекрасные черты ну вот имя этого чародея Александр Александрович естественно знать не мог но в остальном угадал не хуже но скоро узнал его судьбу будет решать этот чародей да но это мы еще тоже может быть в случае поговорим так вот представим себе что чародея нет что чародей как мы уже несколько раз обсуждали этот вариант простудился в своем шалаше умер или просто что значит некрасовские стрелки 1 января оказались чуть точнее не промахнулись и попали бы не в Платтана все таки а в Ульянова да но они решили оказать услугу швейцарскому правительству а не российскому кстати Платтан они тоже не убили даже этого не смогли Платтан отделался ну рано там ну в общем были ну вот значит представим себе такой вариант в большевистской партии начинается раздрай Троцкий конечно человек хороший пользовался но Троцкого не любили большевики все эти Сталины Каменевы он для них был чужой ну короче говоря большевики теряют свой волевой кулак волевой центр тушуются и отступают альтернативная история и вся власть действительно оказывается вот тут-то и вопрос а в чьих руках она оказывается значит в очередительном собрании прибыло ну чуть больше четырехсот депутатов от примерно десятка разных партий в принципе это нормальная история парламент начинает переговоры о создании правительства там парламентские комбинации такая партия с такой такая с сякой и так далее но как-то я плоховато себе представляю эти переговоры в январе восемнадцатого года в Петрограде потому что первая забота правительства это элементарно хлеб давать как-то минимально организовывать ну хоть какую-то социальную жизнь в городе который практически пребывает в диком хаотическом состоянии но это ладно но гораздо хуже другое значит пока они будут комбинировать какие партии с кем договорятся кто получит министерство государственного презрения а кто министерство народного просвещения кто-то же должен в это время страной руководить кто же это будет делать совнарком уходит учредительное собрание не может руководить просто потому что у них нету ну они не сформировали правительство значит кто просто вообще никто но это тоже как-то странно или совнарком будет тихо мирно руководить страной до тех пор пока учредительное собрание не соизволит его сместить ну вот сейчас в Германии значит выбрали новую коалицию к власти но пока она пришла к власти прошло три недели в течение этих трех недель Меркелиха распрекрасно руководила правительством спокойно дожидалась момента когда новое правительство ее сменит в Соединенных Штатах так выбрали нового президента но в течение месяца или двух старый президент руководит пока значит ну плохой пример откровенно говоря учитывая этот штурм Капитолия как бы и импичмент старому президенту в общем это исключение подтверждающие правила ну и на Америку бывает проруха но в принципе все-таки у них отработан этот механизм ладно значит кто-то неизвестно кто не то вот комиссары все эти значит Петровские и прочие значит Троцкие руководят страной тихо мирно дожидаясь пока учредительное собрание так и быть согласует кандидатуру новых министров ладно но есть еще одна деталь и самое главное учредительное собрание как вы совершенно верно сказали отказалось объявлять о прекращении войны да это все очень мило призывы ко всем странам мир без аннексии мир без контрибуции это все как сказано значит в большевистской статье холопы американского доллара потому что призыв к миру без аннексии и контрибуции это 12 пунктов президента Вудра Вильсона пункты президента Вильсона это хорошо но российская армия которая уже узнала что она воевать не будет что перемирие уже вступило в силу российская армия внезапно узнает из заявления учредительного собрания что мы конечно не можем в один момент просто так по мановению ока прекратить в одностороннем порядке военные действия пусть мы не воюем но хотя бы мы должны оставаться в окопах верность союзникам тудыть сюда растудыть значит я что-то честно говоря сильно сомневаюсь я бы с другого конца бы начал понимаете дело в том что так и иначе мир они бы вынуждены были подписать и между прочим между прочим до всякого Ленина был такой министр Верховский да который заявил что Россия больше воевать не может и заявил он это немного немало как бы в сентябре еще осенью 17 года что надо мир подписывать на что кстати Керенский его отблагодарил как бы отправкой в отставку ну мир бы допустим они подписали мне кажется что смерть Ленина вот если бы пристрелили бы Ильича бы не руками Фаня Каплана и надолго с отложенным эффектом а вот точно в тот момент она бы не отменила разгона учредительного собрания ну все таки это была консенсусная позиция на уровне большевиков допустим разогнали бы это учредительное собрание просто бы гражданская война началась бы а собственно и началась вот я к этому и клоню во первых что касается мира да Верховский так это без Верховского все понимали понимаете но опять таки беря аналогию с днем сегодняшним ну допустим возьмем значит нападение российской армии на Украину ну в общем все же понимают что это просто фейк чистейшей воды стопроцентный фейк но попробуйте сказать назвать кошку кошкой попробуйте в положении украинского да что там украинского американского журналиста сказать ребят вы что охренели что ли какое нападение какая война кто на кого нападает что вы несете как вы что сумасшедшие все же знают что это бред что это фейк но одно дело знать и совсем другое дело сказать Верховский мог болтать все что ему угодно все понимали что Россия воевать не может но одно дело понимать и совсем другое дело сказать да выпустить кота из мешка сказать не только не можем но и не будем точка приехали не могло в учредительное собрание не могли уважающие себя политики эсеры там Черновы и так далее сказать мы изменяем союзникам мы предаем союзников которые между прочим продолжают воевать они что глупее нас что ли получается они глупее мы умные мы из войны вышли а они как последние бараны значит продолжают неизвестно за что воевать предать союзников порвать со всем цивилизованным миром но не могли через это переступить господа Черновы поэтому этот вопрос зависал реальная власть кто же будет править страной зависала потому что учредительное собрание не могло править страной оно с железняком то справиться не могло как же оно справилось бы со 150 миллионами этих железняков поэтому я с вами полностью согласен альтернативная история не получается что бы там ни было но учредительное собрание в этой обстановке было обречено а вот дальше да варианты если бы рассыпалось по тем или другим причинам ну например потому что вынули этот центральный болт под названием Ленин рассыпалась большевистская система то гражданская война которая все равно была неизбежна в этой обстановке она рисковала бы превратиться в хаотическую махновскую войну всех против всех собственно говоря это было то чего ожидали очень многие например еще в 14-м году знаменитый меморандум Дурнаву где Дурнаву предупреждал Николая Второго об опасности войны и говорил что война с таким противником как Германия приведет к катастрофе при первых же поражениях все набросятся на правительство правительство свалят это все Дурнаву описал довольно точно а вот дальше Дурнаву пишет и все это приведет к социалистической анархии исход которой предсказать абсолютно невозможно то есть до февраля 17-го года Петр Николаевич Турново предвидел что будет в России а вот что будет после февраля 17-го года предвидеть не мог никто и многие боялись просто вот такого действительно смутного времени не два полного разгула во все стороны когда каждый против каждого и сам прославленный Каледин человек волевой боевой не робкого десятка и человек конечно с государственными представлениями а не просто шкурник какой-нибудь но сам прославленный Каледин за пределами Дона был абсолютно бессилен дело не в дело не в Каледине Каледин между прочим или Духонин вот кто-то из них говорил что дайте время русской демократии вот это вот дайте время русской демократии это вот звучит как я думаю хорошо а как как ты ее соберешь голубушку вот в чем беда даст время это это время мог бы дать Хорти кто у нас еще из таких голубчиков Муссоли не слишком одиозная фигура Калча Пилсудский Пилсудский ну избрали бы Пилсудский у нас кто был начальник государства начальник государства вот но понимаете в чем проблема проблема заключается в том что для того чтобы дать время этой самой демократии она должна быть надо чтобы было кому давать время время же нельзя дать просто так вообще никому вот в чем лет 30 диктатуры нормальная вот а для того чтобы была диктатура не большевистская должен быть этот самый не большевистский диктатор который опять же совершенно непонятно кто и вот пока страна бы рожала этого диктатора рожала из неведомо чего за это время могло конечно в этой стране произойти немало интересных чудес то есть я к тому говорю что я конечно уважаю чудом спасшихся депутатов учредилки явлинского чубайса и компания но их святая вера учредительное собрание 1918 года и в их учредительное собрание 2022 года эта вера мне кажется несколько преувеличенной хотя в 2022 году конечно обстановка спокойнее и шансов что такое собрание могло бы реализоваться несколько несколько больше но несколько больше это все равно пренебрежимо мало нет насчет будущего как сказать ну может может оно и придется понимаете как сказать может оно и придется может его опять кто-то умудрится разогреть самое главное самое главное то что тогда тогда это было мягко говоря сложно и история она же всегда дважды идет вот Самарский Камуч потом Уфимская Директория вот я очень рад что мой родной город Уфа показал всем что демократия в России невозможна он в принципе каждый день это показывает он в принципе это и мне показывает я вот выхожу на улицу и вижу что да трудновато Гашиком который у вас тут стал и Уфу обессмертил своими значит филетонами вот на этом будем считать историю учредительного что учредительное собрание мы закрыли мы устали не меньше чем Анатолий Железняков вот значит учредительное я думаю боюсь что и наши зрители немножко устали как и члены учредительного собрания на этом будем считать мы с этой историей завершили нам осталось еще одна максимум две передачи подводящие итоги бурна восемнадцатого года уважаемые слушатели подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки отписывайтесь от канала если вам не интересно слушайте подкасты вот большое спасибо всем кто репостит видео кто распространяет видео большое спасибо всем кто поддерживает канал материально ну вот большой всем пламенный привет из города Ярослава Гашика вот и большой привет из третьего рима от Леонида Александровича спасибо у нас на сегодня все с наступающим вас всем 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 всем